Здравейте всички! Днеска продолжал у меня наше мучение с русский язык. Надеемся, что не толково сложно за вас договор учти, а мы и руснацы им от некой проблемы с собственной оси язык. Итак, задиска именно тема предложен падеж, твое крайне падеж на русский язык, твое не состраховываете, не сопритесняваете тая тема и последняя тема-то на падеже на русский язык. Итак, какое тос падеж? Место. Где? В этом значении предложенный падеж может употребляться с такими глаголами, как жить, быть, находиться, стоять, сидеть, гулять, работать, отдыхать и так далее. Место. Каде. В то же значении, как предложен падеж, можно использовать такими глаголами, как живее, быда, намеремся, стоя, сидя, расхождемся, работа, учивом и другите. Я живу в Москве. Иван работает в банке. Молоко стоит в холодильнике. Они отдыхают в Турции. В проекте есть изменения. В Москве, в банке, в холодильнике, в Турции, в проекте. Сичктулаев предложен падеж. Аз живее в Москва. Иван работает в банке. Молоко стоит в холодильнике. Теса на подшивках в Турции. Има променев проекта. Но можно обойтись и без глагола, если нам не важно действие или мы знаем его из контекста. Но можете да не использовать глагол, а кодействие то не важно за нас. Или мы его знаем от контекста. Анна в банке. Дети в деревне. Мы на работе. Они на встрече. Ты видел изменения в проекте? Вот что, видишь, требует напомнить, что банка, одна банка на русский – банк. И тая думае в мышке род. Банк. Ама банка на русске означава един буркан. Молоко забавно. Ама трябва да не сбыркать в тез думе. Анна в банката. Деца са на селуту. Ни эсме на работа. Теса на срешта. Видяхтали промените в проекта. И здесь очень важно правильно выбрать предлог. В или на. И только немного важного доизберяйте правилного предлога. В или вверху. В или на. В магазине. В шкафу. В банке. В офисе. В галерее. В оркестре. В очереди. В группе. В газете. В отчете. В договоре. В отчете. 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 В Цаута группа, кое-то се наричи сега упашка. Значит, вытре упашка, в очереди. Така с его сешта, руснак. В группа, вытре дна группа. В вестника, в газете, вытре вестника. Не что пиши. В отчете, вытре найден учет. Вытре найден репортаж, может быть. В договорах. Вытре найден договор. Вытре найден договор. Это така. И на улице, на стадионе, на работе, на выставке, на встрече, на юге, на севере, на картине, на графике. На улице-то, на стадионе, на работе, на изложбу, на срежь-то, на юг, на север, на снимка, на графика. В гардероба има костюмы. На шкафа има костюмы. В шкафу висят костюмы. На шкафу лежат коробки. Вытре гардероба има костюмы. На шкафу, вверху шкафа, има костюмы. Это така севсе, что айтезный штаруснак. На шкафу. Как-то можете доверить. В сейс-позу, куда-то говорим, за затворение пространства, общества и така на татак. А на, говорим, или куда-то говорим, за утворение и предъявлено плоское пространство, или куда-то нечто лежит вверху друге нечто. Сега тряпу саму да напомню, а ко харесу ты канала, моля, не забравите да подкрепите канал из положительных комментариев и да предоставите една финансового подкрепа через врыските в описании. В следующих примерах предложенный падеж говорит о расстоянии. Как далеко находится то или иное место. В следующем примере предложенный падеж говорит за расстояние. Ко куда лечь и определенное место. Магазин находится в двух шагах от дома. Или магазин в двух шагах от дома. Станция находится в пяти километрах от деревни. Или станция в пяти километрах от деревни. Метро в пятнадцати минутах езды от нашего дома. Школа в пяти минутах ходьбы отсюда. Магазин расположен на один хвырлей от кышта. Гарта ена пять километра от селту. Метро то ена пятнадцати минуты от блока от ней. Училище то ена пять минуты пеша от тук. Значение места может комбинироваться с другими значениями. События. Значение на насто может досок комбинироваться с другими значениями. События. На выставке. На переговорах. На соревнованиях. На концерте. На изложбу, на преговоры, на состязания, на концерт. Группа людей. Он играет в оркестре. Не хочу стоять в очереди. В группе десять студентов. У них в семье хорошее отношение. Группа хора. То есть вире у оркестра. Не искам достоянного пашка. В группе има десять ученика. Има добрые семейные отношения. В оркестре. В очереди. В группе. В семье. Все, что предложено падеж. И твое означало одно малкое общество. Одна малка группа. За твое используемое В. Предлог В. О, что это одно. Куда то один человек говорит за себя. Во мне шестьдесят пять килограммов. Или в нем столько самоуверенности. Имам шестьдесят пять килограммов. Той има толково много самочувствия. И т.к. Твое означало, что один человек говорит за другим человеком. Или за себя. Который за нечто вытрекает има одно качество. Шестьдесят пять килограммов. Может быть. Или одно самочувствие. Или нечто другу. Той так. Транспорт. В сочетании с глаголами движение. Ездить, ехать, плавать, плыть, летать, лететь, возить, вести, кататься, катиться. Предложенный падеж указывает нам на транспорт. Средство передвижения. Транспорт. В комбинации с глаголами задвижение. Такие ништя, кое-то са, свырзаные, една езда, всплыванные, слетенные, носенные, язденные, теркальные и токанататок, предложенные падеж, не показывает транспорт. Транспортное средство. Он летит на самолете. Туристы плывут на корабле. Он много ездит на машине. Спортсмены катаются на лыжах, на самолете, на корабле, на машине, на лыжах. Здесь к твою предложен падеж. На и сэшсты. Туалет и сэсамолет. Спортисты – это карацки. И так, а на таток. Обратите внимание. В этих примерах везде используется предлог на. Если вместо на сказать в, это уже будет значить внутри автобуса, машины, метро и так далее. И глаголы здесь будут другие. Обратите внимание, че в тези примере на всякедесе использовало предлог на. А ко вместо на скажете в, то ловече, что означало вэтре. Вэтре автобуса, кула, метро и так далее. А глаголит и тук, что быдат различные. В машине Иван всегда слушает радио. В самолете была невкусная еда. В машине, в самолете, вытря на самолета или кула и привода, вкладывая вам две ноги, слушая радио, в самолета и начало шахрана. Запомните, на автобусе ответ на вопрос «как». Например, как вы едете на работу? На автобусе. В автобусе. Ответ на вопрос «где». Например, где ты видел Ивана? Отговора я в автобусе. Запомните. С автобусе и отговора на вопрос «как». Например, как утиешь на работу? С автобус. На автобусе. Как на автобусе. В автобусе. В автобусе. Отговора на вопрос «кде». Например, где видай Иван? В автобусе. Объект. В некоторых контекстах предложенным падежом обозначается объект. Объект мысли. С глаголами «думать», «мечтать», «знать», «беспокоиться» и аналогичными словами «мечты», «сны», «известно» и так далее. Объект. В некой контексте предложенная падеж обозначала объект. Объект намисал так. С глаголите «мысля», «мечтая», «знам», «тревожася» и подобные думы. «Мечты», «сыништа», «известен». Итак, он думает только о работе. Она мечтает о любви. Мать беспокоится о сыне. Ты что-нибудь знаешь об этом? Мальчик часто видит сны о путешествиях. Об этом науке ничего неизвестно. О работе, о любви, о сыне, об этом, о путешествиях. Всичко туваев предложен падеж. И, как то, виждате, только все использует. Думайте, думает, мечтает, беспокоится, знаешь, сны, неизвестно. Той мысли саму за работа, тебя мечтает за любовь, майка-то сотревожи за сына си, знает ли нечто за твуа, наук-то нечто не знает за твуа. Объект речи. С глаголами «говорить», «рассказывать», «разговаривать», «писать», «читать», «просить» и аналогичными словами «беседа», «письмо», «книга», «просьба», «рассказ». Объект наречта. С глаголи «да говоря», «да рассказываем», «да разговариваем», «да пишем», «да читаем» и подобные думы. Беседа, письмо, книга, молба, история и таком-то так. Знать все о своей работе. Помнить о важном событии. Думать о своих друзьях. Знам всичко «заработасы», помню важное событие. Мысли за приятели ты си, о своей работе, о важном событии, о своих друзьях. Си, что и предложен падеж. Си, думи-то думать, помнить, знать. И так, аннататка. Объект профессионализма. С глаголами «разбираться», «понимать», «знать толк». Со словами «профессионал», «профан» и так далее. Объекты на профессионализма. С глаголите «да разбирам», «знаете много за», «здумите профессионалист», «некадырник» и так, аннататка. Он разбирается в литературе. Я мало понимаю в живописи, в литературе, в живописи, предложен падеж. Он разбирается в женщинах. Они знают толк в хорошем вине. Он профан в музыке. Анна – профессионал в своем деле. Разбира от литературы. Не разбира много от рисунок. Те разбира жены-то. Те знают много за доброту вину. Те лайк в музыке-то. Анна – профессионалист в свою это область. Други видовы объекты. Родители заботятся о детях. Он женился на своей бывшей коллеге. О детях на своей бывшей коллеге. Предложен падеж. Иван участвует в соревнованиях. Спасибо за помощь в организации конференции. Босс отказал ему в повышении зарплаты, в соревнованиях, в организации, в повышении. Ромео признался Джульетте в любви. Ателло подозревает жену в измене. Босс упрекнул меня в невнимательности. Он сомневается в своем выборе. Она не уверена в себе. В любви, в измене, в невнимательности, в своем выборе. А в себе. Сыщ, что я предложен падеж. За лето он прибавил в весе. А его брат потерял в весе. В весе. Сыщ, что работают. Они не экономят на еде. Партнеры настаивают на своих условиях. Мне надо сосредоточиться на работе. Занятия спортом благоприятно отразились на ее здоровье. На еде. На своих условиях. На работе. На ее здоровье. Больной нуждается в постоянном уходе. У них нет уверенности в будущем. Удача сопутствует ему в делах, но не в личной жизни. В постоянном уходе. В будущем. В делах. В личной жизни. Родители-то согрежат за децата. Уженнис за своя бывшая коллега. Иван участвовал в состязании. Благодарю вас за помощь приорганизированной конференции. Шефет мой отказал увеличение на заплату. Ромео признал любовь та си на жулиет. Отео подозрежила си в изнегара. Шефет мой упрекна за невнимание. Касмедит господство в бизнесе, но не в личный живот. Следующие два урока. Штеса посвятение на си шта тема. На предложен падеж. Шты разберем и другие тины шта. Утая тема. А задней сканистига. Штеса видим пак. Чао-чао. Субтитры создавал DimaTorzok